И я вас категорически приветствую. И я вас приветствую точно так же. Снова здравствуйте. Снова здравствуйте. Сигачки какие-то модные. Да я меняю, что сигареты, что очки. Академично. Хорошие. Я пожилой профессор. Ну что, про музыку будем опять. Опять про музыку. Это по ложь пока. Потом дойдем. Это из поздних уже. Интересно вспомнить бесконечную абсолютно тему. Можно лет на пять растянуть примерно. Это про блюз. Про блюз. Я тут даже какую-то отечественную книжку купил про блюз. Ой, их миллионы. Кстати, про Дэвида Боуэра в прошлый раз мы говорили. Там тоже интересная история, что книг про Боуэра больше, чем он пластинок выпустил. То есть, там огромное количество. И то, о чем мы говорили, это даже не тысячная часть. Это просто такое введение. Здрасте. Вот пластинки Дэвида Боуэра. Слушайте. На русском есть книжки? Да, полно. Я не встречал. На русском, на английском. На всех языках мира. То есть, это мега. То же самое, что про блюз. Сайтов в интернете не счесть. И книг невероятное количество. И все говорят одно и то же. И в то же время все время разное. Поэтому начнем мы с британского блюза, который ближе, наверное, нашим слушателям. Вообще, белый блюз как-то поближе, потому что он все-таки блюз-рок. Как бы такой попрямее и понятнее. И играет побольше. Всем нравится, когда это... Хотя, на самом-то деле, это совершенно не обязательно. Но это магия. Чем дольше я эту музыку слушаю, тем не скажу, что проникаю в глубины аутентичной тайны блюза. Ничего подобного. Просто как-то возникают разные мысли о том, что это действительно музыка не самая простая. Хотя, казалось бы, двенадцатитактовая история, повторяющаяся бесконечно. И все вроде одинаково, но абсолютно все разное. У всех музыкантов все по-разному. И это такая магическая вещь. Недаром говорят, что Роберт Джонсон продал душу дьяволу. На перекрестке. На перекрестке, да. Там что-то от этого есть, безусловно. Я не знаю, дьяволу не дьяволу, но то, что это воздействие на подсознание сильнейшее, это да. Недаром даже наши белые, бледнолицые, хилые пареньки северные, тоже заворачиваются на блюзе, начинают эту штуку играть. И очень многие очень хорошо это делают, и понимают, и врубаются в то, что играли в начале прошлого века в Америке. И черные парни, совершенно не подозревающие о существовании России вообще. И что это такое, и где это. Казалось бы, странно. Но, тем не менее, захватывает. Так всех цепляет, да. Так всех цепляет, да. Музыка из Токио, негритянские, из Африки. Ну, из Африки. Откуда? Конечно, из Африки. Африканские рабы, а также свободные, свободолюбивые граждане играли что-то похожее. Но, в принципе, в начале XX века это все. Я не помню, когда первые блюзовые записи были. По-моему, даже в конце 19-го что-то такое начиналось. Эдисон на валике записывал. Нет. В начале 20-го уже Роберт Джонсон был все-таки. Это уже был такой блюз-блюз. А, наверное, в конце 19-го. Я же так не изучаю эту всю штуку. Я слушаю, что-то запоминаю где-то, что-то не запоминаю. Главное, музыка. Неважно, когда там. Полностью с тобой согласен. Когда там, кто какие ботинки носил. Да. Углубление в эти вещи. К музыке отношение имеет мало. Бывает интересно, но, как правило, нет. Самое главное, что блюз это очень веселая и мажорная музыка. Веселая? Конечно. Конечно. Все классические блюзы, они все мажорные. Они все начинаются с мажорного аккорда. Вы, по-моему, говорили про это даже. Да. Это веселая мажорная музыка. Вот эта выдумка, что самая пошлейшая фраза... Вторая по пошлости фраза. Первая по пошлости фраза, которую случайно ляпнул Фрэнк Заппа, который вообще очень много говорил. Много наляпал. Всего разного. Да. И вот это, что говорить о музыке, это то же самое, что танцевать в архитектуре. Это такая глупость, на самом деле. Заппа-то заппа. Чего не скажешь в шутейном разговоре. А вторая фраза, от которой меня воротит... Когда хорошему человеку плохо. Это полная хуйня вообще. Учитывая то, что там половина песен блатных, как это у нас говорят. Не Владимирский Централ, но примерно рядом. Там с хорошими людьми-то не очень. Ну, они не то чтобы блатные. Там тюремные много, конечно, истории в блюзе. А это кайф. Это когда с плантации приходит работяга к себе в хижину. Берет стакан дешевого виски. Хлоп его. Идет на завалинку. И поет от души, как ему кайфово вообще. Растекается по жилам бодрящий напиток. А Роберт Джонсон вообще, хлопнув вискаря, шел по барам. Играл свои блюзы. За что и был убит, собственно говоря. Вот ведь. Потому, что соблазнял женщин чужих. И один из мужей соблазненных женщин отомстил великому блюзману и прихлопнул его. Ну, кто, говорят, отравил. Кто, говорят, не отравил. Там что-то такое. То ли сам отравился. Но, в общем, блюз довел его. Не дьявол его. Хотя, может, и дьявол. Изменять нехорошо. Так сказать. Чужих жен тоже не шибко здорово. Но это веселая мажорная музыка. Послушайте Мадди Уотерса. Хаулина Волфа. Это сплошной мажор. Это полный кайф. И, в общем-то, доползла эта штука до Англии в свое время. В начале 60-х годов еще. Не быстро. Да. В начале 60-х. Почему? Потому, что все-таки черные блюзманы не шибкой популярностью пользовались в Америке. В белой. На музыкальном рынке. То есть, они существовали в своем мире. В черном. В Чикаго. Везде. Вот. И выхода-то не было. Все-таки к черному населению не очень хорошо относилось белое население. Так же, как и сейчас продолжает относиться к нему. Несмотря на все эти БЛМ и прочее. Я бы заметил, что черных там относительно мало. То есть, в настоящий момент это 13% от общего числа в Соединенных Штатах. И они, соответственно, это как? Ну, диаспора маленькая. Вот мы тут сидим. Вот мы играем свою музыку. Здесь у нас свой райончик. Здесь свои кабаки, куда вы не ходите. Здесь у нас свои, так сказать, лейблы, пластинки, которых мы покупаем. А до вас это как-то не доходит. В Англии было попроще. Да. Но черные музыканты хлынули в Европу в большом количестве достаточно. И стали давать концерты. Стали играть как в Англии, так и на континенте. В общем-то. И очень много пластинок сейчас уже навыходило. Вот этих вот. Замечательная серия. Польская. Есть черные такие пластинки. Польские. Которые у нас даже продавались еще в Советском Союзе. Блюзовые. Вот. Отис Пен. Кого там только нет. И все это концерты в Копенгагене. Концерты в Париже. Там где-то еще. Где-то еще. Ну, и в Англии тоже. И как только они приехали в Англию, молодежь сошла с ума в Англии. Совершенно. Потому, что увидели группу Мадди Уотерса. Которые выходили на сцену. И никакой там Клифф Ричард. Никакая поп-музыка британская рядом не стояла. Потому, что они ломили такой драйв. Такой грохот. Такой просто напор давали. Что все просто опухли. И блюз стал моднейшей музыкой в Англии. В середине 60-х уже это была моднейшая. Просто продвинутая такая аудитория блюзовая. И это был самый крутяк. Вместе с психиоделической музыкой, про которую мы тоже говорили там когда-то давно. Ну, и, соответственно, пошли белые худосочные парни в этом направлении, пытаясь сделать что-то похожее. И один из этих худосочных, правда весьма здоровых парней, Алексис Корнер, стал одним из таких лидеров движения, что называется. Организовывал грандиозные концерты. Имя знакомое, но кто это вспомнит? Ну, такой поэт, певец, гитарист, музыкант. И самое главное, организатор очень хороший. Музыкант сильный. Потому что у него и джазовые были проекты, серьезные, уже более поздние. Вот. Но такие были грандиозные концерты с аудиторией 100-150 человек. Потому что в небольших клубах все это было. Но это было грандиозно все равно. Я, кстати, вспоминаю группу «Кино». Когда мы с Витей приезжали в Москву и играли для аудитории от 50 до 150 человек, это тоже было грандиозно. Потому что количество значений не имеет в данном случае. Это был такой энергетический взрыв невероятный. То же самое было тогда с Алексисом Корнером. Тогда в небольшом клубе, в «Марке». Клуб «Марки» или «Марки». 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 Двоя на конце. Когда приходит 150 человек сбивается или 200. Все потные, душные. Все в дыму. И на сцене играет группа Алексиса Корнера. На гармошке Мик Джаггер. На басу Джек Брюс. Крис Фарлоу. Серьезные люди. Кого там только не было. Через Алексиса Корнера все, кто могли. Все прошли. Эрик Клэптон и прочие Джимми Пейджи. Молодые. И вся эта штука крутилась, разрасталась. Группа Rolling Stones один раз выступила уже, когда Джаггер стал членом коллектива под названием The Rolling Stones. Потом Стоунс отвалились от «Марки». Пошли своим путем. И их место заняла группа The Yardbirds. Знаменитая. Крутейшая команда. Пластинок ее у меня нет ни одной. Хотя нет. Есть одна. Вот с этим парнем. С Сони Боем Вильямсоном. Тоже товарищ приезжал в Англию, давал концерты. И несколько концертов было у него с Yardbirds. И даже в студии они записывали музыку. После чего Сони Бой вернулся в Америку и сказал, что очень смешные парни. Англичане отличные, хорошие. Играть только нифига не умеют, ничего не понимают. Вот. За что ему потом мстили весьма серьезно, используя его материал и называя его своими, так сказать, выдавая за свои песни. Ловко. Очень много, да, от Сони Боя Вильямсона было взято. Ну, парень уже ничего не мог сделать, потому что быстро умер. Вот. Но он был классный. Он как на этой обложке, вот в таком вот костюме, который выглядит, как будто стоит несколько тысяч долларов. В шляпе, в белой рубашке, с галстуком. И с зонтиком выходил еще иногда. С зонтиком? Это не просто так, фотография. А зонтик для чего был нужен? Для понта. Умрем за попс. Это называется. Вот такой вот. И с губной гармошкой. И с губной гармошкой, да. Такой как бы дэнди. Вообще, они очень серьезно выглядели по сравнению с этими лопухами британскими в рваных джинсах. И Мадди Уотерс, и Сони Боя Вильямсон. Всегда костюм, белая рубашка, галстук, да. Тут еще и зонтик. То есть, все в порядке. То есть, не эти какие-то хипаны из Сан-Франциско или из Лондона. Еще хуже. Вот. А Ярбертс с Эриком Клэптоном играли очень много. Были очень популярны. Ездили в Америку. Несколько туров у них было американских. Но с долгоиграющими, так называемыми, пластинками, не очень хорошо складывалось. Потому, что их продюсер, он же менеджер Микки Мост, считал, что нужно писать песни, которые будут популярны у белой аудитории в Великобритании. А не вот эту вот фигню. А не вот эту вот с гармошкой, вот эту вот черномазую. Вот. И для Ярбертс писали песни все, кому не лень. То есть, Мост брал материал каких-то неизвестных авторов, каких-то там третистепенных композиторов. И записали они кучу, в общем, дребеденья, о чем сами говорили потом. Ну, кстати, там вместе с этой дребеденью было несколько песен, которые написал человек из НСС. Ну, это, пожалуй, и все из такого хорошего. И, в конце концов, Эрик Лептон ушел просто из группы. Сказал, что я эту попсую. На концертах они зарубали ритмом блюз, такой тяжеленный. Да, то, что надо. А синглы и пластинки выходили вот с этими песенками, такими писюлями. Хотя люди, которые ведутся на бренды, вот ярберс, блюз, они покупают эти пластинки, слушают их и торчат. Как круто ярберс. А там песня-то говно. На самом деле. Ну, среди них есть несколько хороших номеров. Но они сами от этого страдали. Незаром Клептон ушел. Просто сказал, что больше не могу. А он ушел в Крим? Или он из Крима туда пришел? Я уже не помню. Нет, он ушел в Крим. Он ушел в Крим. Да, конечно. Не то, что ушел в Крим. Он просто ушел, хлопнул дверью, потом уже там Крим пошел. А Джимми Пейдж дружил очень с молодой. Мы подходим постепенно к пачке золотой. Джимми Пейдж любил очень блюзовые эти все штуки. С детства слушал радио, снимал, играл. Научился очень хорошо играть уже в то время. Погрузился в волшебные воспоминания сразу. Также дружил с Джеффом Беком. Они импровизировали дома. Играли друг для друга классические черные блюзы. На этом деле торчали. Извини, тебя перебью. Мне когда-то не сильно давно в исторической перспективе подарили произведение под названием The Hammer of the Gods. То есть, молот богов. Я полетел во Вьетнам. И, по-моему, за десять часов все детские мечты. Ну, да. Там про это все написано. Да. И пересказывать книги дело неблагодарное и никого не нужное. Это же специальные подводки у нас. Да. 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 Вот. И Джимми Пейдж привел своего друга Джеффа Бека в группу Yardbirds. И Джефф Бек стал там благополучно существовать. Но в силу своего отвратительного характера записал довольно много музыки. И, кстати, неплохая пластинка Little Games у Yardbirds с участием Джеффа Бека. Где он играет свои уже жуткие совершенно гитарные дела. Со скрипами. С грохотом. С невероятным звуком. Диким. Которого никто в Англии не использовал. Такие звуковые находки Джеффа Бека. И не понравилось тогда? Нет. Всем нравилось безумно. Джеффу Беку не нравилось. Потому, что он был скандалист. Как это... Сказать получше. Самовлюбленный тип. И, в общем, достаточно жесткий парень. Тяжелый человек. И, в конце концов, Джефф Бек тоже отвалил от Yardbirds. А Джимми Пейдж остался. Джимми Пейдж остался. Потом Джефф Бек на какое-то время вернулся. Они играли уже вдвоем в Yardbirds и в фильме Антониони. Кстати, название Blow Up. Там как раз состав, где играют и Джефф Бек, и Пейдж. Вместе Пейдж играл на бас-гитаре. Но потом, в силу алкоголизма... И других пагубных привычек. И других пагубных привычек, и других членов группы, группа стала расползаться совсем. Как-то уже сложно стало существовать. Она медленно-медленно прекратила свое существование. Но перед тем, как она прекратила свое существование, менеджером группы стал всем известный господин под названием Питер Грант. Который последний тур Yardbirds в Америку как раз устроил Питер Грант. Положивший глаз на Джимми Пейджа. Поскольку Питер Грант планировал свое будущее достаточно конкретно. Он понял, что вот этот парень, с ним можно что-нибудь придумать интересненькое. А, кстати, до Yardbirds Пейдж работал сессионным музыкантом очень много. И записывал музыки, наверное, со всеми британскими группами того времени. Начиная от Kings и Тома Джонса. И там черт знает кого еще. Его основная работа была вот этим сессионщиком. И Грант его, в общем, заприметил. Для тех, кто это малопонимающий, это человек, который работает на студии. И играет вместо талантливых гитаристов так, как надо. Ну, приходит рок-группа в студию записывать альбом. Не могу. А тут Джимми Пейдж. Вы прыгаете. Сидит продюсер. Слушает то, что играет группа. И говорит, супер. Молодцы. Офигенная песня. Покурите пока. Сейчас там чайку попейте. Нормальные люди наиграют. Сейчас подойдет парень. Специально песня. Все сделает. А фамилии будут ваши стоять. Все будет окей. И Джимми Пейдж как раз этим и занимался. И вместе с ним этим же занимался парень, которого звали Джон Пол Джонс. Один из лучших аранжировщиков, оркестровщиков, бас-гитаристов и клавишников в том числе Лондона того времени. Который записал еще больше музыки, чем Пейдж в качестве сессионщика. И которого это достало уже невероятно. Хотелось чего-то своего. Хотелось чего-то своего. И практически не хотелось уже больше ничего. Потому, что уже просто невыносимо было. Если Пейдж как-то так с удовольствием все это делал. И насобачился так, что играл в манере сегодня как Джордж Харрисон. Завтра как Рэй Дэвис. Любой каприз. Любой каприз. И не отличить будет. Как будто Харрисон сыграл. Пожалуйста. Это никто не отличит. То Пол Джонс более был углублен в музыку как таковую. В серьезную. И ему стало уже совсем невыносимо. И он ушел вообще с этой работы. Засел дома. А когда развалились Ярберт, Питер Грант с Пейджем стали думать, что делать дальше. Пейджу не терпелось. Ему хотелось чего-то вот тоже такого своего. Но не хотелось повторять историю Ярбертс. Когда над группой сидит этот Микки Мост. И заставляет петь песни, которые никому не нравятся вообще. Включая слушателей. Все самое. И в общем они некоторое время думали, думали, думали. И потом таки Пейдж связался с Джонсом. Они нашли друг друга. И стали думать, ну чего же делать дальше. Вот мы вдвоем есть. Нужен вокалист для группы. И барабанщик. Потому что как? Пейдж при этом тяготел к фолку. К фолк-року. Типа там фэ под конвеншн. Но даже ближе к американцам. Очень любил американский фолк. И хотел сделать такую полуакустическую группу. У Джонса было, я так понимаю, что все равно. Ему лишь бы что-то свое. И что-то хорошее, интересное. Они стали искать, искать вокалиста. Кто-то им, не помню. Кто-то им... Ну, это и не важно. Кто-то сказал, что в Бирмингеме есть замечательная группа. С интересным парнем. Бэнд оф Джой назывался. Коллектив. Послушайте паренька. Они поехали в Бирмингем. Послушали. Вместе с Питером Грантом. Послушали Бэнд оф Джой. Увидели там Роберта Планта. Он им понравился. Высокий голос. Красивый парень. Что немаловажно очень для рок-группы. Потому что парням с плохой внешностью делать нечего. На британской сцене было. Как замечательный пианист. Ян Стюарт. Член группы The Rolling Stones. Никогда на обложках не фотографировался. И на сцену не выходил. Роллинг Стоунс. Красавчики. Но они харизматичны. Они по-своему все красивы. А Ян Стюарт ужасно уродливый человек. Хотя играет на всех альбомах практически The Rolling Stones ранних. Клавишник. Но он всегда был не фотогеничен паренек. А тут Роберт Плант красив. Просто замечательный. Да и барабанщик там неплох. А барабанщика Плант присоветовал. Барабанщика Плант присоветовал. Другана. Два провинциала. Деревенщина сплошная. Что Плант, что Боном. Барабанщика присоветовал. Плант согласился работать с Пейджем и Джонсом. А барабанщика присоветовал. Но барабанщик уперся и сказал, что я получаю 40 фунтов за выход. А вы? А вы вообще никто и звать никак. Вы чего? Реалист. А у меня вообще предложение от Джо Кокера есть. У меня предложение от Криса Фарлоу, который второй альбом будет писать сейчас. Первый альбом продюсировал Мик Джаггер вообще у Фарлоу. Второй альбом сейчас не на выходе, а в зачаточном состоянии. Меня туда зовут. Это имена. Это круто. А вы кто такие? Сосионщики какие-то. И Питер Грант то ли 40, то ли 60 телеграмм. У него телефона не было. Боном он бедный был парень. Дома не было телефона. Как и все в Бирмингине. Да. Слали ему телеграммы. Питер Грант его засыпал телеграммами. Но тот уперся. Сказал. Да идите в жопу. Какие... У меня елки. У меня елки. Но потом как-то туманная достаточно история. Потому, что ни в одном из источников я не обнаружил этого рокового момента. Когда и почему Боном согласился работать с Пейджем, Плантом. Может быть, Плант его уговорил. Уболтал. Может быть. Черт языкастый. Точного. Нет. Он выбрал все-таки... Как пишут в книжках. Между деньгами и музыкой. Он выбрал музыку. Во что я не поверю никогда в жизни. Это могли сделать ленинградские рок-музыканты в начале 80-х годов. Выбрать музыку вместо денег. Потому, что у каждого были родители живы. У всех была квартира. Квартира, за которую не надо платить. За которую не надо платить. И у каждого дома стоял холодильник с миской котлет и кастрюлей борща. А там не забалуешь. Можно было выбрать музыку. Спокойно. А там не забалуешь. В Бирмингеме без телефона. С предложением от Джо Кокера и Криса Фарролова. Но как-то он согласился, тем не менее, работать вместе. Питер Гранд взял это все под свое крыло. А Пейдж хотел играть фолк-рок. Акустический в основном. Но, услышав, как играет Джон Боном. Почему они так запали-то на Бонома? На его манеру игры на барабанах. На его звук. На его подход. На его фразировку. На то, как он вообще все это делает. Тяжело не так, как все. Не похоже ни на кого. И Пейдж переменил мгновенно свое мнение. Будем играть другое. Будем играть другое. Не будем играть фолк. А будем играть тяжелый рок. Это сила. То есть, Боном по существу, по факту, является автором концепции звука Ледзеппеллен. Именно не Пейдж, а Боном. Потому, что они услышали его. И поняли, что вот так вот. Мы будем вот так работать. Хотя, при всем при том, отцом тяжелого рока и тяжелых барабанов является, как бы ты думал, кто? Ринго Старр. Прекратите, блин. Потому, что в 1963 году, когда они записывали Плис-Плизме, он... Ну, Ринго Старр так использовал бочку, как не использовали до него практически никто. Потому, что бочка была инструментом таким, как бы... Не то, чтобы вспомогательным, но достаточно формальным. То есть, не было вот этого вот. На бочке вот такого. Был... Хотя там, да, джазовые барабанщики играли вовсю и использовали. Но вот такого вот... Четыре четверти вот такого молотилова в бочку такого не было. А Ринго Старр стал фигачить... Ну, это же слышно же. Просто звук другой. Просто другой звук. Все это прозрачно. Все это легко. Не играли никто с перегрузом гитары. Там такого давления не было. А по факту техника-то вот эта вот... Она бочечная пошла. Немедленно вспоминается шутка Маккартника. Вы спросили, а правда, что Ринго Старр лучший барабанщик в мире? На что он ответил? Он даже в Битлз не лучший барабанщик. Ну, да. Ну, в Битлз кто только не играл на барабанах. Все отметились. И Леннон, да. Маккартни очень много играл на барабанах. И до сих пор играет. Уже для себя. И, в общем, сложилось в результате... Ну, да. Лучше рассказать. Ну, сложилась группа, да. Первая репетиция показала, что они... Проникли в этот самый блюз, с которого я начал. В эту... Не люблю это слово. Словосочетание. В магию блюза. Которая действительно магия. Которая завораживает. И в которую погружаешься. И, казалось бы, простая музыка. Но она тебя тащит. Тащит. И куда-то вот глубже, 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 глубже. Вот это вот... Вот эта медитация блюзовая, она... Кстати говоря, я вернусь к тому, что это мажорная музыка. И музыка, которая давала отдых и кайф после тяжелой работы на хлопковых полях. Она именно и уводит в такое состояние отключения от бытовых проблем, собственно говоря. Когда устаешь хлопок собирать... Тяжелый... Приходишь, начинаешь отдыхать. И вот так вот и отдыхаешь, 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 отдыхаешь. Вот эта штука, да, вот такая блюзовая медитация. Они погрузились в эту блюзовую медитацию, играя стандарты классические. И поняли, что так мы и будем играть дальше. Стали играть дальше. И в результате за 30 часов, с помощью финансовой Питера Гранта, естественно, под его чутким руководством записали первую пластинку. Которую все знают. Все любят. Дирижабль Гинденбург горит. Сейчас его подремонтировали. Не в 4К, а в видео. Как вы говорите, разрисовали. Я думал, кого подремонтировали. Все прекрасно видно. Красавчики. Да, но вот это переиздание такое, которое существует в виде тройника. Хотя пластинка одинарная, все это знают. А две пластинки других, здесь, кроме номерного альбома, это запись одного из ранних концертов, Ладзепелин. Которую слушать необязательно, на самом деле. Потому, что концерты у Ладзепелин были разные. Были хорошие, были не очень. Но это, безусловно, музыка очень хорошая. И сыграно все очень хорошо. Но есть и лучше. Но, тем не менее, она вышла, она есть, она существует. Были не в настроении. И соло Джона Бонома здесь гораздо... Вот чем этот концерт мне нравится? Что соло Бонома здесь, наверное, интереснее всего, чем все из того, что было записано в виде моби-диков. Там 150 вариантов моби-дика, которые он делал. Вот здесь оно длинное, во-первых. И оно очень интересное, конечно. Так что... Песня good times, bad times. По-нашему, хорошие времена, плохие времена, это оказывается в горести и в радости. А, вот так. Я тупой. Я всегда... Good times, bad times. Отлично. И стучит он там очень ловко. Ну, а тут все стучат, так сказать, и по струнам, и по барабанам, да. Будь здоров. Бифла под корень. Просто под корень. Baby, I'm gonna leave you. Такая акустика покруче любых этих электрических гитар получилась. Тут вообще... Тут пейдж нарулил, как продюсер, такого звука, которого я не слышал больше нигде. Ну, и никто, наверное, не слышал больше нигде ни на одной из других пластинок рок-музыки. Такого пространства, такой глубины, такое стерео. Я извиняюсь за выражение базы. Тут, конечно, Джимми Хендрикс, и психоделия, и космос, и все что угодно. И при этом и блюз еще сохранился. You shook me. Отлично. Отлично. Отдейстен, конфьюз. Что вообще? Да. Такого прочтения блюза вообще не существует. Это, конечно, штучная вещь. Потому, что блюз все играют не так. Все играют по-другому. Монстры. А здесь какой-то космический такой блюз получился. Ну, при этом, конечно, наворовано «Будь здоров» здесь из черных артистов. И у белых, кстати, тоже. Включая песню «Dazed and Confused». Побольше цинизма, киса. Людям это нравится. «Dazed and Confused». Песню, которую Джимми Пейдж, будучи в Ярдбердс, услышал в Нью-Йорке. В исполнении американского фолк-певца. Имя я не помню. Фамилия его Холмс. Песня так и называлась. «Dazed and Confused». И точно так же она и игралась. Только без тяжелых вот этих вот проходов. А на акустической гитаре. И Пейджу она так понравилась, что он взял ее и сделал вот в таком виде. «Dazed and Confused». А как ты думаешь? Они просто считали, что эта песня типа народная и никаких прав нет? Или как это? А по барабану, мне кажется. Это же Запад там привлекут сразу. Там привлекут, да. Но вот как-то вот такие были ребята, что вот взяли и сыграли. И все. И даже автора у этой «Babe» «I'm gonna leave you» тоже нашли. Эта тетенька какая-то сочинила. Эта тетенька какая-то сочинила. Известная тетенька. «How many more times» вообще сочинил... «How many more years» у него есть песня, которая в прочтении называется «How many more times». Немножко доработали. Немножко, да. Чуть-чуть изменили. «Dazed and Confused» это вообще песня белого парня, нью-йоркского, певца Холмса. Я представляю, как он обалдел. Он обалдел. Он эту штуку услышал. Ну, опять-таки, мы с ним не разговаривали, никто из нас. Ну, по тому, что написано в прессе, он обалдел. Он ее услышал. Вы что вообще? Вы что вообще? А потом махнул рукой, как в одном фильме. Да, о советском. И пускай. Кстати, по поводу заимствований. Когда мы говорили о «Deeple», о «Chelden Time», взятой из репертуара группы «It's a beautiful day» с песней «Bombay Colin», по-моему, если я не ошибаюсь, в чистом виде «Chelden Time» сделан. Музыканты группы «It's a beautiful day» примерно так же поступили. Когда они услышали «Chelden Time», они так... Ну, да. Неплохо. Наша песня. Что нам делать? Но они сделали проще. Они на втором альбоме взяли соло Блэкмора «Ring That Neck» и сыграли его на скрипке. Еще круче, чем Блэкмор на гитаре. И пластинка открывается этим соло. Как раз расширенная такая скрипичная история. Второй альбом «It's a beautiful day», где играется «Ring That Neck». Песня называется по-другому. Песня группы «It's a beautiful day». Там абсолютная игра. Ответка такая. Ответка, да. Ответка. Ну, и, видимо, группы так вежливо разошлись. А здесь просто взяли и сыграли. Один в один. Так хотим. Но получилось круто. Получилось круто. Невероятно, да. Но при этом... Согласись, что это не звук Ладзеппелина все равно. Дальше было не так. Это не звук Ладзеппелина вообще. То есть, от своего звука они здесь не... Он не был создан, этот звук. Это совершенно отдельная пластинка, которая вообще не похожа на Ладзеппелину. В принципе. Она отдельно стоит. Она не похожа ни на один из альбомов. Все остальные альбомы похожи друг на друга по звуку. Это нет. Она существует сама по себе. Не определились еще. Да. Но все равно очень круто. Я в детстве прямо это... Разину в рот. Надо ж такое засандалить. Это ж вообще. Засандалили, да. И за 30 часов. 30 часов это... Ну, по современным меркам это 5 смен. То есть, 6 смен звукозаписи по 5 часов. Больше 5 часов уже... Не выдерживаешь. По-хорошему 4. Ну, 5 часов это все. Потом уже замыливается ухо. И уже не очень понимаешь, чего там. То есть, как бы понимаешь вроде. А потом, если людей слушаешь, думаешь, ой, ел, бою. То есть, за 6 смен так вот зафигачить, конечно, это... Хотя я не знаю, сколько они времени сидели в студии. Может, они не по 6 часов сидели. Там не по 7. Ну, мастерство. Ну, мастерство. Ну, скорее не мастерство, скорее молодость. Молодость и физические силы. Но все равно умели. И задор адреналин. Ну, умели, умели еще как умели. Да. Это поразительно, как они умели. Вот, это у нас 69-й год. Да. 68-й записан в 68-м году. В октябре 68-го выпущен. В январе 69-го. Я еще маленький. Но не только эти парни шли блюзовым путем. В 68-м году вышла еще вот такая замечательная пластинка. Группы Фри. Которая, на мой взгляд, вообще группа, она играет совершенно по-другому. Ты знаешь прекрасно, да, Фри? Да. Играет совершенно по-другому. Все звучит совершенно по-другому. Но, в принципе, то же самое. То есть, вот для меня эти группы, они в параллели идут совершенно. То есть, если Лед Зеппелен, они уходили вширь. Да, в импровизациях. В написании даже песен. Очень широко все. Фри очень узко. Конкретная песня, блюз. Вот конкретный такой. Без всяких там каких-то... Наворотов, Разворотов. Конкретно молодой 19-летний Пол Роджерс пел и поет до сих пор как невероятно как. Просто один из лучших белых вокалистов. Это он же. На всякий случай потом его вместо Фредди Меркьюри позвали. Да. Он скрин записал альбом. И тур был большой у них. Орел. Пол Роджерс. Прекрасный вокалист. Прекрасный гитарист. Пау Косов. И вот на первом альбоме Фри, который вышел в 68-м году, раньше, чем первый Элэдзеппелин, здесь Косов играет на гитаре, но не хуже Пейджа точно. Здесь такие расширенные версии. Как раз единственный альбом Фри, где они распряглись по полной. Где Косов играет безумные гитарные партии. Длинные, красивые, быстрые, пулеметные. Такие, чего он потом вообще никогда не делал. Он славился своим лаконизмом в игре. Молодой был, стеснительный. Посмотрите на фотографии, просто мальчишки. Но к нему подходил Эрик Клэптон и говорил, что покажи, как ты это делаешь. Слушайте, пожать руку. И Косов совершенно одуревался, как Клэптон ко мне. Слушай, ко мне тут вчера Клэптон пришел. И спросил, как я играю, что ему сказать. Так что говорить. Второй Фри называется Tones of Sobs. А второй Фри называется просто Фри. Это у нас 69-й год. И здесь их немножко уже продюсеры тоже... подприжал. Они не стали так распрягаться. А пришли к своему звучанию. Которое потом и пройдет с ними через все их альбомы. К лаконичному такому гитарному, рифовому блюз-року. Собственно говоря, на мой взгляд, это две группы. Лотзеппелин и Фри. Которые и являются создателями и блюз-рока, и тяжелого рока. В принципе, вообще всего. То есть, идеи уже бродили и витали в воздухе. Да. И не только у Лотзеппелин. Конечно. Есть, конечно, Диппеппел у нас. Но они другую совершенно играли музыку. Они вместе с Лордом искали какие-то... Классические. Из классики пытались что-то... Белый рок такой. Это все-таки рок из черных глубин подсознания вышедший. А Диппеппел все-таки белая музыка. Такая была в основном. Ну и если Фри в 69-м году пришли к своему звучанию, то Лотзеппелин тоже на втором альбоме пришли к своему звучанию. Вот на этом замечательном. Тут интересное примечание. Что это они в немецкой форме. Город Лондон во время Первой мировой войны бомбили с немецких дирижаблей. Бомбили. Людей убивали. И они напяли в немецкую форму такая красивая фотка. Я, честно говоря, затрудняюсь представить, чтобы у нас кто-нибудь сфотографировался в немецкой форме. У нас построже с этим делом. У нас с этим делом построже. И у нас вообще построже со многими вещами. Но я спокойно весьма к этому отношусь. В отличие от огромной либеральной нашей тусовки, которая кричит «швободу, швободу». Значит, почему нельзя то, почему нельзя ЛГБТ, почему нельзя то-сё. Я уже забыл, что внутри. Да, внутри. Это такой уклад в России жизни многовековой. В Арабских Эмиратах тоже много чего нельзя. Но про Арабские Эмираты никто не кричит почему-то. А почему там «ах-ах-ах», почему там запрещено. Потому, что такая страна не нравится – уезжает. Тебе, наверное, не рассказывал. У нас достаточно много всяких иностранцев ловили. Ну, их много через нас раньше бежало в Европу. Ну, и вот как не поймают кого-нибудь там. Афганистан, Иран из тех краев. У них вечно при себе куча фотографий. А на этих фотографиях всё время на подъёмных кранах какие-то повешенные люди. Я это... Ну, там вещи-то смотришь... А это такая театральная постановка у нас. Это вот такая театральная постановка. В конце концов, оказалось, что это у них там преступников. В том числе гомосексуалистов. То есть, там на какой-то палке. Одна палка к ней. Еще палки. Там 10 человек висит. Это трупы висят. А ты, значит, носишь с собой вот эти фотки. Это что, твои родственники? Нет. А зачем? Ну, просто вот так вот у нас порядок. Напомнить. Да. Что надо держать в голове. Это что у вас там за культура такая? Что тебе хочется вот эту дрянь с собой носить. Я понимаю, там материалы следствия и еще чего-то. Поэтому, да. Есть очень странные условно назовем культуры. Нам это чуждо. Картинка отличная. Да, но Петер Грант, он же, так сказать, ковал железо максимально быстро, максимально продуктивно. И группа тут же отправилась в американское турне после первого альбома. Предзаказы были очень хорошие на первый альбом. Потому, что группу Ярдберц в Америке очень любили. А позиционировалась Лаззепелин как Нью Ярдберц. И все, так сказать. Не сами по себе. Да. Это уже группа с бэкграундом. Так сказать, это не какие-то мальчики, непонятно откуда. Это новая Ярдберц. Но оказалось, что это не Ярдберц, а Лаззепелин. Но это... Ну, пусть будет Лаззепелин. Хорошо. Вот. И бешеная сразу, бешеная популярность. Ну, Петер Грант умел организовать концерты, умел заниматься рекламой. И тур был просто сногсшибательный и дал по голове музыкантам в том числе. В первую очередь. Потому, что такой успех, такой вот это вот все, вот эти вот люди, вот это вот, вот это, ага, толпы девушек, которых поставлял и Грант. Жизнь-то наладилась. И все остальные, так сказать, люди, да. Бесконечный поток группис, красавец. В таком-то возрасте. Да, да, да. Бесконечный поток бесплатного алкоголя и бесплатного секса. И всего остального. И всего остального, да. И огромные толпы в залах. И невероятный успех. Это, конечно, дало по головам очень сильно. Вообще история Лаззепелина, она... Очень показательная. Это, конечно, как мне кажется, это квинтэссенция вообще рок-музыки. Потому, что здесь есть все. Здесь есть и блестящая музыка сама по себе, и исполнительское мастерство, и качество песен композиторское. И взаимодействие с аудиторией, с людьми, и вот те самые медные трубы, через которые прошли музыканты, как никто, наверное. Лаззепелин, они больше всех зарабатывали денег. Больше Битлз, больше Ройнг Солнц. Это, по-моему, была первая пластинка, которая обскакала и Би Роут, или Летед Би, я не помню. Ну, вероятно, да. Вероятно, да. Ничего себе. Вот это. Ну, замечательная композиция, наверное, с самым известным рифом. Ну, одна из. Одна из, да. Одна из. Для малознающих оно написано с ошибкой. Здесь должна быть третья буква. Лиад. А, да. Ну, тогда будет читаться по-разному. Лет. Понятно будет по-разному. А так, летед, это однозначно свинцовый. И хоть и с ошибкой, но смешно. Да. Удачный. Крайне удачный вообще. Крайне. Ну, это можно сказать и любом альбоме. Крайне удачный. Спасибо. Крайне удачный альбом. Это тоже очень удачный. Очень хороший. Очень хороший. Молодцы парни. Но тут уже пришли те самые контрактные обязательства, которые висят над большинством востребованных артистов с хорошим менеджером, каковым являлся Питер Грант. И нужно было альбом выпускать, а записывать его было некогда. Поэтому они писали его в разных местах. В Америке. Что-то в Америке, что-то в Канаде, что-то в Англии. И в разных студиях. Отвлекаясь от концертов. Непросто. Занимался Эдди Крамер. Звукорежиссер и продюсер, который записывал Джимми Хендрикса в свое время, записывал Трэффик, записывал очень много американских и английских музыкантов и понимал, как надо записывать рок-музыку. Но и он там сходил с ума при этом, потому что приносились пленки, записанные в разных студиях, в разных городах, в разное время, в разном состоянии. Там Плант накладывал голос в одном городе, потом ехал в другое, там Пейдж что-то играл, значит, где-то непонятно где. И невозможно было планировать заранее студийное время в студиях, в конкретной студии какой-то, потому что все время носились по разным американским городам. И оказавшись в Нью-Йорке, Крамер говорил, что бегали по городу, искали любые студии, самые дешевые, где вот было здесь 4 часа, там 5 часов, здесь 2 часа, вот чтобы, так сказать, как-то это все... Ну, студия, это ж не магазин с открытыми дверями, там расписание, в общем-то. Там очередь, да. Очередь, сукиные дети. Там пишется, у нас пишется, сейчас тут парень живет в соседнем доме, вот, 3 песни для мамы решил записать, но уже заплатил вперед, и вот, извините, Ладзепельна, ждите, сейчас паренек тут закончит. Шубедуба. А там и вы уже. А там уже и вы, да, вперед. Но, тем не менее, альбом состоялся, и, как ты метко выразил, все очень удачное. Это хорошая оценка, да. Очень удачное. Вот эти туры, вот эти концерты адские, они были утомительные. Группа решила передохнуть. Я, ты знаешь, я уж не помню, тебе говорил, не говорил. Я 3 года ездил, кино показывал. То есть, прилетаешь там, Челябинск, Новосибирск, Йобург. Ну, типа, вот, зал, вот, поставили оборудование, вот, я там поорал в микрофон, вот, наладили туда-сюда. Дальше я сижу 2 часа, опять кричу в микрофон, при этом я сижу. Нет, я не прыгаю по сцене, там, и пот с меня не течет. Но эмоциональный выброс получается все время такой, что я в конце, я вообще крепкий, в конце я просто как выжатая тряпка. К концу первого года я уже понял, почему все склонны к употреблению неведомо чего, водку пить бесполезно, я если водку пью, я расслаблюсь. Ну, да, с водкой, да. Но плохо сплю, а потом плохо проснусь, а потом работать дальше невозможно. Это, блин, крепости организма требует просто, я не знаю, на износ. Работа на износ. Да, несмотря на то, что все это нравится, все это адреналин, все это приносит удовольствие и радость, все равно потом выматываешься. Я могу сказать, что у меня, как у Джимми Пейджа, тоже, вот когда я играю концерт, как Джимми Пейдж, например, да. У меня потом такой выброс адреналина, что нихуя спать не могу. Так точно. Целую ночь. Как Джимми Пейдж, который тоже, мы с ним похожи. Чем спасался? А ничем, хождением по коридору, ничем. С моей точки зрения, только физуха. То есть, чтобы ты это, как конь, выбросы адреналина, их только физической активностью задавить можно. А я, кстати, использую. Хотя у меня концертов не так много, как у Джимми Пейджа. Но это шутки все. Только не подумайте, что я что-то куда-то ровняю себя. Вот это, чего не ляпнешь в шутейном разговоре. Тоже парень не спал неделями. И, в общем, утомительно все было. И уехали. Они, вернувшись в Англию, уехали в Уэльс. Взяли передвижную студию. Кстати, группа больше всего альбомов записала на передвижных студиях, наверное. На мобильных. Студия была Ронни Лейна из группы Faces. The Faces. Кстати, мы будем, если будем продолжать про британский блюз-рок, про британский рок, то, конечно, Faces не минует нас. Оттуда Род Стюарт вышел, да? Род Стюарт оттуда вышел. Рон Вуд оттуда вышел. Гитарера знаменитый. Там все хорошо было с Faces. Ронни Лейн... А передвижная студия, это имеется в виду, что это грузовичок. Грузовичок. Где оборудование. Кишки затаскивают в дом, там расставляют микрофоны. Ну, они по-разному могут выглядеть. В общем, это набор студийного оборудования, которое можно использовать в любом месте. Можно вытащить, расставить там где-нибудь его. Как Джетратал записывали в Минстрел Индегалере. Пластинка тоже на передвижной студии. Вот к тебе вопрос сразу. Я в основном по этим. Я по киношным студиям хожу. Вот, например, Мосфильм. Там парни с гордостью показывают, что у них там единственное, как они говорят, единственное в стране сохранившееся помещение. Ну, потому что как только цифра пошла, там все сразу давай в шкафу будешь записывать, там нормально. Один куплет спел, выпрыгнул в поту, второй через 10 минут допоешь. А там зал больше 100 метров, обшитый лиственницами. Там какие-то палочки эти, знаешь, правильно, неправильно. И они говорят, что вот это, вот такого размера, так вот обшитое такого сорта древесиной, вот оно дает специфический звук. А тут приезжает передвижная студия, ну, например, Роллинг Стоунс, в город Монтре, где группа Ди Пёрпл со своим машинхедом забирается в закрытый на зиму отель, и где-то там, извините, в калидорах там что-то наигрывает. А там же нет никакой лиственницы, ничего никак не обшито. Понимаешь, вот я возвращаюсь к твоей беседе с Олегом Калугиным, который очень правильно говорил, когда вы говорили о инструментах, почему инструменты после 1975 года не такие, не то же хуже, лучше, не так звучат, как до 1975 года, да. Они не так звучат, да, это правда. При этом музыки блестящие, с хорошим звуком записаны мегатонны после 1975 года. И сейчас, и на разных инструментах, и на тех, которые куплены вчера в магазине. Там пошел в магазин, купил гитару. Отчасти, да, отчасти, конечно, музыка, которая записана там в 69-м году, в 71-м, 72-м, конечно, она звучит по-другому. Конечно, она звучит по-другому в силу и студий, и инструментов, и микрофонов, о чем Калугин говорил. Очень правильно он говорил. Я с большим удовольствием его слушал. Действительно, профессиональный человек, и очень точные оценки. И очень много из того, чего я не знаю, и в чем я не разбираюсь. Просто слышал очень интересные вещи, да, действительно. Действительно, да, все по-другому. Эта студия, о которой ты говоришь, масс-фильмовская, да, наверное, да, наверное, так. Наверное, так. Но это не исключает того, что и в другой студии, и в передвижной студии можно записать. Я про обработку. Вот у нас, видишь, у нас же тоже на потолке висит, чтобы оно... Ну, чисто, чтобы отражения от потолка не было. Если его нет, то гораздо гаже. Эхо появляется. То есть, вот эти пупырышки, они ничего не дают, но звук гасят. А в обычном помещении, ну, затащили микрофон и в гостиницу. И что там, хороший звук получается? Меня вот это удивляет. Ну, у них вот что-то получилось, у Дипропола, у Джетратал что-то получалось. Молодцы. Как-то тоже я... А, я говорил с Эриком Норландером. Такой американский музыкант, который играет прогрессив, клавишник и вокалист. У него группа большая. Много пластинок достаточно. Эрик Норландер. Когда я работал на радио, я не убрал интервью, я спросил Эрик, а как получается у вас так классно звучат барабаны? Слушаю ваши пластинки, такой звук кайфовый. Он так на меня смотрит. Я вижу, что он не понимает вопроса. Говорит, в смысле, как хорошо? Ну, просто хорошо, сочный звук, объемный такой. Он говорит, просто очень хорошие барабаны, а главное, что очень хороший барабанщик. Это все. Ответ простой. Это значит, как про фотографа, блин, что фотографии хорошие получаются. Это потому, что у вас фотоаппарат дорогой, а вы борщ вкусный сварили. Это потому, что кастрюля у вас дорогая. Да-да. Так из барабана. Все в пальцах, в принципе. Все в пальцах и в голове. С одним звукорежиссером тоже я говорил, почему отличается звук Оби-Роуд, студия Оби-Роуд от студии какой-нибудь у нас. Потому, что не в студии дело, а в звукорежиссере, который сидит за пультом. Роллинг Стоунс писались по современным меркам на чудовищном оборудовании. Первые альбомы. Все вплоть до 70-го года, жуть какая-то. Сейчас просто придет паренек из Петербурга, молодой звукорежиссер, посмотрит, говорит, ну, это вообще невозможно. Мы тут ничего не запишем. Ничего не получится. Да, вообще. Не получится, потому что не получится. Ну, вот на передвижной студии, тем не менее, блестящий. Как ты говоришь про пластинки Лозапина? Я уже забыл. Очень хорошо получилось. Это я первый раз услышал, по-моему, в девятом или в десятом классе. Иммигрант сонг. Я просто в корчах бился на полу. Крутятся, крутятся. Штучки крутятся. В окошках тут переезжают. Это даже видели не все. Никто счастье подержать в руках имели. Очень и очень немногие, блин. Обложка меня не возбудила никак. Но диск шедевральный. Ну, вот что касается обложек, что касается отношения с прессой, у Ледзеппелин такая получилась весьма печальная история, на самом деле. Потому что они же, по крайней мере, первые четыре альбома все без названий. И они не общались с прессой. Старались не рассказывать о своей личной жизни. И вообще были довольно закрытый коллектив. То есть, главная музыка, как считал Пейдж, главная музыка. Это все как бы... Наносное. Наносное. Теперь открываешь любую книжку про Ледзеппелин. Вот такую. Вот такую открываешь книжку. Про музыку вот столько. Все остальное про баб, про их бищенство. То, что дуракам интереснее. То есть, все, чего они не хотели, все вылезло сейчас наружу. Любую информацию. Берешь, Ледзеппелин... Они очень толковые. Всегда. Вот так вот. Когда у них Ричард Коул. Кто их наркотиками и телками снабжал. Ричард Коул и снабжал. Он же с ними находился. Питергранд был все-таки высоко. А Коул с ними в гостинице сидел все время. И написал книжку «Лестница в небо». На русском языке есть. И молот богов есть. И это есть. И непрерывно задаваемые вопросы. А вот там написано. На что они дружно отвечают? Мы не читали. Ничего не можем вам сказать. Мы не читали. Но тут как-то это. С одной стороны странно. Вы сами-то помните, как вы себя вели в 18-20 лет. Ты знаешь, как сейчас орут. О, дети там снимают такое. Какие-то пьянки, наркотики, девки. Еще чего-то там. Слава Богу, в нашем детстве телефонов не было. Ты знаешь, а то бы сейчас про себя такое можно было бы посмотреть. Тушистые. Да-да-да. А вы, можно подумать, не такие. Это ж, как его? Ты совершенно верна. На мой взгляд, упомянув медные трубы. Ну, да. Вот когда перед тобой в 20 лет отверзнутся бездны, тебе можно все абсолютно. И на это на все даже деньги тратить не надо. Тебе даром все это потаскивать. Попробуй, я посмотрю. Устанешь. В этом смысле стоит вспомнить современных рэперов наших героев интернета. Моргенштернов и прочих. Я, упаси боже, не сравниваю музыку никогда. Потому, что для меня это все, конечно, не музыка. Но психология вот этих подростков, молодых, которые читают рэп, на которых обрушились миллионы. Реально одномоментно, за два месяца, за три, он стал мультимиллионером. И что у него с головой происходит? Можно понять. У этих парней то же самое было. Потому, что волей-неволей читаешь все-таки вот эту гадость, которая... Я тебе даже с другой стороны скажу. Вот взрослые люди. Мы с тобой уже давно живем. Вот человек ему за сорокет, больше даже. И вот у него деньги образовались. И если вчера этот человек свое идиотское мнение, а оно у него идиотское, держал тихонько при себе и там прилично себя вел, то как только появляются деньги, этот гражданин немедленно тебе начинает объяснять, как жизнь устроена. Я поначалу непонятно. Потом, ну я чисто психологически, я вижу, что вот вчера он тихий был, есть люди вокруг поумнее, начитаннее, грамотнее, образованнее, талантливее, туда-сюда. Ага, смотри, какой я. И если вчера он каких-то качеств в себе стеснялся, то сегодня, так это ж я богатый-то, потому что я вот такой. Посмотрите. И давай всем это вещать в окружающей среду. Выглядит всегда чудовищно. Потому что никакой скромности, ничего там нет, даже у взрослых людей. А что говорить про молодых пацанов? Да, и молодые пацаны, конечно, мне тяжело читать. Все равно, хочешь не хочешь, сам читаешь про их похождения в гостиницах, про их с бабами, всякие неприятные вещи. И на самом деле все отвратительно. На самом деле вот эти все гостиничные похождения, они, конечно, омерзительные и ужасные. Лучше об этом не думать. Лучше за постельки. Как у Высоцкого. Наутро я встал. Это лучшая, в моем понимании, песня про алкоголизм. Наутро я встал, мне как давай сообщать. И завершающее. Если правда все это, хотя бы на треть остается одно. Только лечь помирить. Ну, ряд приключений был веселый. То есть, я читал, ржал. Особенно про выкидывание телевизоров из отеля. Телевизор, кто только не выкидывал. Это любимое развлечение. Это вообще невинная забава. Телевизор выкинуть. Диск прекрасен. Разрубить дверь топором в гостинице и прочее. Иммигрант сонг. Диск прекрасен. Да. И тяжесть цепелиновская. Свой звук найденный как раз на втором альбоме. Вот этот вот многослойные гитары пейджевские. Вот эти бесконечные наложения. Тембры, которые он нашел здесь. И которые до конца продолжали звучать. И в то же время фолк в огромном количестве. Потому, что супергруппа же была. Супергруппа. Просто номер один какое-то время. Кроссби, Стиллс, Нэш и Янг в Америке. И музыканты перлись абсолютно от их звука. От их пения удивительного. Четырехголосия. Игры на акустических гитарах вместе с электрическими. Это, конечно, фантастический бенд был. Достаточно краткосрочный, правда. К сожалению. Шедевр. Синс, I've been лов ю. Это ж вообще. Отвал башки настолько круто. По-моему, если я боюсь ошибиться. Ну, по-моему, вживую записана песня. Сенси, I've been лов ю. В студии. Сразу. Сразу. Не попадает. И наоборот. От этого только короче. Да. Естественный звук вообще. Вообще у Пейджи интересные очень вещи. Абсолютно гениальный гитарист. И... Ну, я не знаю. В пятерку, наверное, лучших музыкантов рок-музыки входит. Но я говорил с одним уважаемым очень музыкантом. В современном. Он сказал. Да. Это абсолютно гений. Прекрасный гитарист. Неповторимый. Совершенно узнаваемый. Но вот сейчас его бы не взяли ни в одну... Вот ни одна серьезная поп-группа Москвы. Он бы не прошел кастинг. Почему? Ну, потому что... Не знаю. Ну, потому что у него очень много кривизны. Всегда. Везде причем. При том, что он играет технически совершенно. Как-то вот так получается. То ли вот эта блюзовая кривизна, она... А может, он специально? Вот я думаю, что специально. Да. Что она дает жизнь. Такой. Где-то нотка вот раз там. Чуть-чуть. Раз там. Чуть-чуть. Вот не туда. Как-то вот. Причем везде. Так слушаешь. На каждом альбоме есть. Не то, что в каждой песне везде. Но в каждом альбоме есть такой кусочек, как... Про концерты я уже не говорю. Про концерты Рэй Чарльз сказал очень здорово. Послушал Ледзеппеллен. Вы спросили, как вы относитесь к Ледзеппеллену. Сказал, эти парни вообще не репетируют. Они договариваются, где начало и где конец. Замечательное произведение. Это про виселицу. Где там висельник стоит под виселицей. И палача, вешателя. Хэнгмэн. 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 Путит литл вайл. Подожди. Не вешай. Вон там братья скачут. Денег везут. А хэнгмэн маловато. Вон сеструха скачет. Это вот как раз увлечение фолком. Да. Про это он сказал что-то вроде того, что я играл... То, что я здесь наиграл, это смесь Пита Сигера и полной некомпетентности. Все равно отлично. Отлично. А палач, собрав деньги, трахнув сестру, ну хер с ним. А теперь давай тебя повесим. Жизнь утверждающая песня. Английская. Все отличное. Все прям. Я редко слушаю. Вот как-то это. Нельзя много слушать. Нет, но полный кайф в том, что они не засели в одном звуке. Все-таки в одной манере. Что они стали работать шире. То есть, пластинка, опять-таки, не похожа на второй альбом. И на четвертый, соответственно. И на первый. То есть, она не похожа. Несмотря на то, что звук свой найден уже. Вот этот гитарный тяжелый. Ну, абсолютно такая фолк. На 50% фолк. Критики обосрали. Они, как я понимаю, с прессой не общались. Потому, что их все время обсирали. А Пейдж кричал, что люди смотрят и слушают. Вас, Козлоп, слушали, что ли. И правильно делал. А критики обсирали все время почему-то. Называли вторая Джефф Бэк. Джефф Бэк-то тоже, так сказать, закончив свою эпопею с Ярберт, собрал замечательную группу. Джефф Бэк-групп. И три альбома. Два альбома прекрасных. Третий уже не такой замечательный. А первые и вторые альбомы. Труф и Бэк-кола. Они шикарные. Род Стюарт там пел у него. Бэк играл. То же самое, что Лет Зеппелин. Только послушав Лет Зеппелин, сказал, что... Джимми, ты да, конечно. Не шарит. Надо не так. И критики все время сравнивали группу Джеффа Бэка с первыми двумя альбомами Лет Зеппелина. Говорили, что это то же самое, что Джефф Бэк играет. Только Джефф Бэк почему-то играл вот так, а Лет Зеппелина вот так. Ну, мне это все время напоминает... Я-то знаешь... Ну, типа появился интернет. Появились сайты. А я сам себя считаю жизнерадостным графоманом. Мне писать нравится. Слова передвигать по-всягу. Смешно получается. Мне. Я там что-то страчу. И смотрю кино. Кино я перевожу. Время от времени я про это самое кино пишу. И вдруг, к моему немалому удивлению... То есть, когда ты становишься некой медийной личностью... Вот мне все время звонят из различных изданий. Дмитрий, что вы думаете по вопросу Тайваня и Китая? Или там ловли селедки возле Исландии? Я впадаю в легкое изумление. Вы зачем меня-то про это спрашиваете? Ну, как же? Ну, как же? Как вас подписать? Пиши, эксперт с мировым именем. Вот и правильно. Они так и пишут. И вот я строчу заметки про кино. И вдруг меня начинают это везде определять как кинокритика. Я никакой не кинокритик. Я тупо обыкновенный зритель. Возможно, насмотренный побольше, чем все остальные. Так, а это главное. А как иначе? Но, глядя на это дело... То есть, я же там посещал всякие эти Канны, Шманы, Лас-Вегасы, Берлины, Венеции и прочее. Ну, там смотришь кино, которое, как это принято говорить, не для всех. И вот вокруг этого всегда и именно вокруг этого концентрируется так называемая кинокритическая тусовка. Это чудовищно. То есть, это люди безумно насмотренные, профессионально страшно грамотные, туда-сюда. Но им вот это вот ваше, то, что вы смотрите, я не знаю, там, без разницы, что возьми. Хоть какую-нибудь Рэмбу, хоть какой-нибудь Апокалипс. Нам неинтересно. Вот нам неинтересно. Мы это не смотрим. Мы вот тут, понимаешь, а мне кажется, что и с музыкой то же самое. То же самое, да. Вам сидят эти кадры, а я считаю вот так, и я считаю вот так. И в те времена, когда не было интернета, а ты был ограничен какой-нибудь этот мелоди-мейкер и мюзикл-экспресс, билборд, их там раз-два-три и больше нет. Там шайка засевшая. Она определяла, так сказать, вкусы. Ну, они тебя просто зачмарят, загнобят. Вот не нравишься ты нам, и все. И мы будем про тебя только гадости писать или еще хуже. Не будем про тебя вообще ничего писать. И тебя нет. И мне кажется, что они вот с этим воевали неправильно. Они с этим воевали, да. Но Питер Гранд победил. И, собственно, не только Питер Гранд победил, конечно. Победила группа. Потому, что таких концертов, таких умопомратительных шоу и такого качества игры на концертах вообще я, честно говоря, в те годы не слышал. Потому, что если взять даже уважаемую и любимую мной, кстати, группу Deep Purple, что бы там, так сказать, не говорили, я люблю, и все пластинки у меня есть. И больше, чем все даже. И масса этих самых уже концертов, которые вышли в последнее время. Если посмотреть на их концертные альбомы, у меня их много, там качество игры очень серийно. Музыканты экстра-класса, да. Но все равно халтура там достаточно. Достаточно. И Made in Japan пластинка, она тоже не даром скомпилирована из разных источников. То есть, там еще, в общем, выбирать и выбирать. Там по-разному сыграть. Собственно, Влад Зепплин тоже по-разному, но за счет... Они как-то... Эта группа отличается от всех, наверное, групп. Вот я пытаюсь найти аналоги. Отличается от тем, что это действительно была семья. Это была семья. Из отечественных групп я могу привести группу кино второго созыва. Когда, ну, собственно, мы с Виктором там недолго работали. А вот группа второго созыва – это тоже была семья. Другая музыка, другое качество. Там все ля-ля-ля. Это все понятно. Но если говорить о Влад Зепплин, это абсолютно одна семья. Это так они слились вместе, в единый кулак, что аналогов просто нет. Я вспоминаю там тех же самых The Who или The Rolling Stones. Там нет такой семейственности, не было никогда. Это такой был проект музыкальный, музыкальное объединение. Отношения были разные. Всех друг от друга перло. У них. Вот, да. Вот нравится мне с тобой играть, и все. А здесь прет прямо и на концертах, и на студийных альбомах. Но в особенности на концертах это абсолютно все считывается. Потому, что это единый такой вот организм, который кровь перетекает из одного органа в другой. И нельзя вынуть кого-то. Кого-то вынимаешь, и все, и ничего не будет. И Пейдж, по-моему, сказал, что мы будем играть до тех пор, пока один из нас не умрет. И все. И потом уже... Потом они играли много. У них выходили и пластинки концертные. Celebration Day вот этот вышел. Я не помню в каком году уже. Из поздних концертов. Это все равно не то. Я слушаю Celebration Day. Все равно круто. Круто, да. Там Джейсон Боном играет. Это все равно семья. Я себе построил загородный домик. Я в загородном домике сразу принялся строить кинозал. Где я буду сидеть и смотреть кино на большом экране. Приехал родственник. Родственнику за 70. Нахер ты это вообще сделал. Вот объясните. Телевизор здоровый. И как раз ему этот Celebration Day, где Кашмир. Он вообще никаким боком не любитель этой музыки. Да, блин. Кашмир это Антилит имешь идут? Вот этот Антлард Кашмир. Нет. Нет. Это же Celebration Day. А, ну... Ну, там, во-первых, снято как следует. Во-вторых, записано мое почтение. Там шарашит так. Ну, комплексно воздействует. Да. Но это все равно разовая такая акция. Все равно это... Ну, все равно это семья. Все равно это Джейсон. Ну, они бы его просто так не взяли, я так думаю. Если бы он играл не так, как надо. Нет. Он играл там с 10 лет вообще, Джейсон, занимался с папой. Он играл будь здоров. И он даже там где-то... Я не помню, там, не то что подменял, но как-то он там с папой, в общем, взаимодействовал все время. Папа его, конечно, научил. И барабанщик Боном, это до сих пор... С кем из барабанщиков не начинаешь разговаривать современных? Все говорят, что это, конечно. Ну, и самому понятно уже, когда много слушаешь музыки, уже понимаешь, что тут равных, в общем, нет. Хотя Боном говорил о себе, что он не считает себя сильным таким инструменталистом. Но до нас-то не так все это сильно доходит. Но там есть Бодди Рич, есть джазовые барабанщики такие, что, конечно, вообще космос. Арт Блейки, даже своими биг-бендами уникальные музыканты. Но это другое, это джаз все-таки. Это не вот эта машина. И не факт, что Бодди Рич сыграл бы, так сказать, все как надо. Джинджер Бейкер тоже близок. Не то, что близок, но, наверное, ровновеликие фигуры. Бейкер и Буном. Но величайшая история. Величайшая просто. Обратите внимание. У нас недавно хворост разрешили в лесу собирать. А в Европе всегда. Никаких дров. Строго хворост. Это тоже, кстати, конкретный пример взаимодействия с так называемыми журналистами. Как я понял, это чисто от злобы. А вот мы выпустим альбом, на котором вообще... Вот здесь везде написано. А тут вообще ничего. Ни номеров, ни имен. Вообще ни названий. Значки эти выдуманные. И вы увидите, кричал Пейдж, как получится. Оказался прав. Действительно, да. А вот как получилось. Это у нас номер четыре. Тоже на передвижной студии. Мобильной. Студия Роллинг Стоунс. Деренька с фонарем. Ну, тут... А, здесь внизу есть. Полосочку отрывать нельзя. Полосочка японская, хорошая. Он смотрит с фонарем. Людей ищет, наверное. Ой-ой-ой. Красота. Ну, это просто, да. Это подростковая вообще наша радость. Радость и смысл жизни. Тут значочки. Опять-таки, кто не в курсе. Это значочки. Ну, значочки они сами придумали эти. Кто такой Зоса, мы не знаем. Это Пейдж. Пёрышко. Это Плант. Это, по-моему, Бонн. А это Джонс. Каждый сам себе чего-то присвоил, чтобы все могли гадать, кто это, что это значит. С большим удивлением я узнал, что рифф из «Блэк Дог» придумал Пол Джонс, оказывается. Мне всегда казалось, что это прямо трейдмарк Джимми Пейджа. Оказывается, это Джонс придумал давно и привез в студию. Наиграл. И они стали играть «Блэк Дог». Придумывая на ходу, собственно говоря, половину песен из этого альбома. А «Лестницу в небо», они... Есть такая расхожая легенда. Они же писали это в пригороде тоже, в загородном доме. На той самой передвижной студии «The Rolling Stones», на которой масса альбомов была записана, всяких разных групп. «Стоунс» давали в аренду. Джаггер, как хороший коммерсант, никогда не упускал возможность дать в аренду студию. Есть такая расхожая легенда, что они сидели в этом загородном доме, горел камин, и они стали наигрывать «Лестницу в небо», и так родилась песня. Нихуя, извините, подобного. Они «Лестницу в небо» начали в Лондоне писать. Джимми Пейдж ее придумал. Записали даже... Первую часть записали в «Олимпик студию» в Лондоне, а потом уже доводили в конце ее уже на «Мобилстудио» в этом самом пригороде. Она похожа на песню группы «Спирит», как известно. Судились, по-моему, до прошлого или позапрошлого года. Да, совершенно верно. Судились. Но, зная манеру Ледзеппелин, конечно, я думаю, что Пейдж услышал и сыграл, и все. И по барабану, что хотите, то идите в суд. Занимайтесь. У нас есть Питер Грант, он рассудит. Вопросы решит. С вами. Отвалите. Песни все сплошные шедевры. Блэк Дог, отвал башки. Рок-н-ролл, отвал башки. Бэттл оф Эвермор. Мне в детстве так нравилось, что там барабанов нет. Сэнди Дэнни поет здесь, если я не ошибаюсь. Из Фэйрпорта. Из Фэйрпот-Каналин. Такая. Это, кстати, про... Навеяна Властелином колец. Ну, да. Страстный любитель. Все прошли через эту беду. Через Толкина. Лестница в небо. Понятно. Но его уже настолько заслушали, что туши свет. А все равно слушаешь, и как-то еда, и не надоедает. Она не надоедает. Гениально. Просто и без затей. Но, любимая у меня, как и у тебя, это когда Вэнзел Леви Брикс. Это любимейшая песня. Любимейшая песня. Это мощнейшая вещь. Что стучит, я не знаю, как булыжники на барабаны падают. Там так вставляет вообще. И там стереоэффекты такие. Так там все закручено, перекручено. Просто все это летает. Это фантастическая вещь, конечно. Ван Де Леви Брикс. Тоже не авторское полотно. Так прямо скажем. Мемфис Минни ее написал. Джимми Пейдж ее немножко изменил. А кто лучше сделал? Хотел избежать. Ну, они совершенно разные. Наши канекдоты про Тарантино. Да. Совершенно разные. Вы же так и не сняли. Ничего лучше криминального чтива. А кто снял? Да, это хорошее. Отличное. Ван Де Леви Брикс это одна из любимых моих песен. Просто супер. У меня, причем пленки, помнишь, раньше были по 375 метров. Она не влезала. Она отрывалась. Я горевал десятилетия, наверное. Никак мне ее было не раздобыть. На рок-н-руле отметился Ян Стюарт. Тот же самый Rolling Stones. Клавишник, который привез эту студию. Со студии привез ее. Сейчас спою. Ну, не сейчас. Сейчас спою. Чего вы тут играете? Та-да-да. Найдер, пацаны. Круто. Она, пластинка, получилась какая-то глухая. Она адски глухая была. Она немножко, да, глуховалась. Это Пейдж где-то там в Лос-Анджелесе все это сводил и сказал, что кто-то там чего-то неправильно, какие-то ползунки выставил. Там нет. Там он сказал по-другому. Там была другая история. Они ее пересводили потом. Они ее пересвели. Все, что возможно, из нее вытащили. А сводили ее в Лос-Анджелесе. Да. И выяснилось, что там очень хорошая аппаратура. Очень чувствительная. Слишком... Можно что-нибудь по гаже? Не надо вот этого. И они на этой... Не они сводили-то не они. Там сводил... Я не помню, кто поехал в Лос-Анджелес сводить. Какой-то профессиональный... Я не помню, кто этим занимался именно. Но там свели на этой чувствительной аппаратуре так, что когда привезли в Лондон запись, они послушали, сказали, что это как будто звук из болота. Какой-то. У нас... На нашей аппаратуре английская это не канает. Это вы в Америке там это занимаетесь. А уже было поздно. Нет. Они переделали, пересводили ее. Ну, все равно, в общем, из того, что было. Я ее слепила, так сказать, из того, что было. Ну, сейчас-то гражданин Пейдж там все же заново делает. Сейчас заново, да. Он наделал, слава богу. Он, в общем, занимается этим делом. Хорошо, что жив. Есть силы, возможности. Молодец, дедушка. В это время уже гремела группа Фри, моя любимая. Со знаменитым альбомом Fire and Water. С песней All right now. Которая... Известная. Даже я такую знаю. Которая прозвучала на радио больше миллиона раз в Америке. Это, конечно, о многом говорит. Блестящий альбом. Один из лучших альбомов британского блюз-рока, наверное. Если собирать британский блюз-рок, то надо вот эту пластинку на полочку поставить обязательно. И время от времени ее доставать и слушать. Long version. Да, да, да. Это очень-очень-очень, конечно, круто. Но это не Led Zeppelin. Хотя, тот же самый стиль, тот же самый блюз-рок. Но в другой ипостаси. Лаконичный, конкретный, без вот этого полета. Такой. Мы, ребята, играем блюз-рок. И отвалите все от нас. И все отваливали, но и приваливали на концерты. Тем не менее, в огромном количестве. И тот факт, что больше миллиона прослушиваний... Больше миллиона трансляций. Вот я вспомнил слово. На радио было. Это, конечно, о многом говорит. Сейчас такую обложку уже и не опубликуется. Ну, сейчас уже... Ползущие, голые дети. Европа уже не та. Это настоящая фотография. И Америка тоже. Немножко покрашена. Это где-то в Ирландии эти камушки. Не помню, как называются. Ну, все, кому интересно, могут сходить посмотреть. Европа уже не та. К сожалению. Хаузес оф зе холли. Тоже обратите внимание. Никаких названий. Просто. Все простенько и со вкусом. Кому надо знать. Но удивительно. Опять-таки, после вот этого зверского, яростного четвертого альбома... Такой он какой-то яркий и мажорный. Мажорный. Несмотря на грустные песни там Ноу Квота и прочие-прочие. Мрачные. Он такой какой-то сверкающий, переливающийся. Такой оптимистичный, я бы сказал. Что удивительно. Записан знаешь где он? Знаешь, наверное. Не помню. В доме Мика Джаггера. Оу. Да. Мик Джаггер своего не упустит. Никогда. Никто не заставит меня поверить, что Мик Джаггер... Бесплатно пустил в свой загородный дом группу записывать альбом. Никогда. Не за что. Тоже передвижная студия. Эдди Крамер занимался знаменитой записью, сведением и прочее. В пригороде Лондона. В одном из домов Джаггера. Эта вся история была записана. Какая твоя любимая песня здесь? Ну, естественно, Нуквотер. Ну, я с детства, как ты понимаешь, там викинги. Как тут? Где тут? Наша, это, любимая. Snow falls hard and don't you know the winds of Thor are blowing cold. Ловкая. Очень хорошая. Такая прям... А песня Ямайка? Со сказанным названием... У нас называлась... Дайар Маккар. Дайар Маккар, да. Оказалось, да. Дю Мейкер. Оно звучит как... Дю Мейкер. Можно сказать, ты ее трахнул. Ну, как это... Ну, как-то так, да. Можно перепутать с Ямайкой. Смешно. Здесь все как на подбор тоже. Мне очень нравится The Song Remains The Same. Первое полотно. California Sunlight, Sweet Calcutta Rain, Gonna Lullo Starbright, Song Remains The Same. Отличный. Там Пейдж наиграл удивительных вещей в этой песне. Такая студийная работа невероятная. Такие гитарные наложения. Разложенные партии. Слоями. Прямо слой на слой. Вот так вот идет. Очень здорово. Виртуозно. Вообще виртуозный альбом совершенно. Играли они как демоны. Просто как демоны. Вот все. За что ни возьмись. Очень круто. Как ты говоришь. Удалось. Опять удался. Очень удачный. Очень удачная запись. Очень удачная запись. Очень удачно. Очень удачно было у них. Получилось неплохо. Ну и пластинка, которую называют до сих пор самой тяжелой пластинкой хард-рока. Физикл граффити. Физикл граффити, да. У них много таких домиков. Ну, это в Нью-Йорке дом. Я не помню, где он находится. У меня приятель фотографировался на фоне этого дома. Тоже картиночки двигаются, как нетрудно. Да, картиночки тут вовсю двигаются. Это все вытаскивается. Вот картиночки это вообще в свое время. Просто вообще... Домик жив до сих пор. В Нью-Йорке можно его найти и погулять. И сфотографироваться. Замечу, что обложки в наше время. Это вообще как артефакты с Марса были. Такое, блин, как-то. Как они ухитряются такое придумывать. Так круто было вообще. Слух, нет. Да и сейчас, в общем-то, впечатляет. Молодцы. Думали люди. Это двойничок. Кто не в курсе. Тоже на передвижной студии Ронни Лейна записана пластинка. Но не вся. Потому что почти половина песен здесь вытащены. Вытащены еще из сессий Ладзепплин-3. Когда они записывали Ладзепплин-3 и Ладзепплин-4. Кое-что осталось. Кое-что сюда, да. Он очень спокойный. На мой взгляд. Очень спокойный такой. Ну, да. А Трамплд Андафуд тоже спокойный? Единственная. Суровая. А так в целом. Это уже появился Свонсонг. У них лебединая песня. Лейбл так называемый. Он вышел в 75-м. Если я не ошибаюсь, в 75-м. Писали это его в 74-м. Частично в 73-м. И частично даже еще немножко раньше. Уже на Свонсонг. А на презентации с Свонсонг была интересная история, когда Джон Боном впервые получил Паш Бану как следует. Он был крепок. Любил подраться. Он был крепок. Его боялись вообще. Потом его защищали все-таки. Люди Питера Гранта, Роуди. Ведь вокруг свита-то была. Правда, все это кончилось плохо. Потом уже на предпоследнем туре американском, когда Роуди устроили страшное побоище на одном из концертов с каким-то профсоюзом дальнобойщиков. И все это было очень нехорошо. Но на презентации в Нью-Йорке был большой прием. Джон Боном выпил изрядную. Пошел гулять. И, проходя мимо одного из клубов, увидел концерт группы Мод де Хуппл английской. Про которую мы говорили как-то. Очень хорошая группа. И Лот Дзеппельн с Мод де Хуппл еще будут пересекаться потом. Достаточно серьезно. В хорошем смысле. И Джон Боном пошел на концерт Мод де Хуппл через служебный вход. Говоря, что пустите меня на концерт. Но получил пашбану очень сильно от охранников. Потому, что ты Джон Боном на билет-то... Был бы неплохо предъявить. Чего? Какой билет? Ну, в общем, испытал на себе то, что испытывают поклонники, не попавшие на концерт Лот Дзеппелин. И с той самой минуты он знал, что испытывает публика, которая приходит на концерт. Ну, здесь замечательное произведение «Кашмир». Ну, здесь вообще произведение, по крайней мере, на первом диске здесь потрясающие вещи. Конечно, потрясающие. Мне все нравится. На втором тоже неплохие. Тоже удачно получилось. «Хаузес в Де Холле» песня, которая была записана для «Хаузеса в Де Холле». Да, но не вошла в него. Ну, а «Тремблентан де Фуд» это... Вообще-то, это, откровенно говоря, Лот Дзеппелин прошлись много по кому. Но здесь они прошлись по Рэю Чарльзу. Если не по Стиве Вандеру. Чем он им не угодил? Нет, угодил, но очень похоже на Стиве Вандера клавишная вот эта вся история, которую играл Джон Ползонс. Но вот превратить музыку Стиве Вандера в такой адский хард-рок, это надо, конечно, было уметь. Но если убрать хард-рок, если убрать всю тяжесть и послушать, это будет смесь Рэй Чарльза со Стиве Вандером, конечно. «Тремблентан де Фуд». Очень хорошо получилось. Очень. Ну, это прекрасная история. Ну, вот он был уже специфический. То есть, в нашем окружении нравился далеко не всем. А почему? А нет хитов, так сказать, в понимании детей. Это не хит, ты понимаешь? «Тремблентан де Фуд» не хит? Да. Ну, вот только она, и все. «Кашмир» тоже почему-то никого из сверстников не вставлял. Вы что, обалдели, что ли? Такая песня, блядь. «Кашмир» меня вот как-то с годами вставляет. Чем дальше, тем больше. Я отслушаю. Может быть, от того, что я до сих пор учусь на гитаре играть. Но учиться можно бесконечно. А ты самостоятельный или педагог? Какой? Кого-то нанимаешь? Джимми Пейдж сказал в свое время, какое счастье, что у меня не было никаких учителей. Почему? Потому, что появилась своя манера. Ну, вопрос спорный. Какое счастье, что учителя гораздо быстрее могут научить просто. Это палка о двух концах. Конечно. Я так подозреваю, что если в тебе что-то есть, то оно и будет в тебе. А вот если нет, тогда учителя. Нет, учителя никогда не помешают, конечно. Но с учителями надо... Смотря чего ты хочешь добиться. Если ты хочешь играть в крутой московской поп-группе, учителя необходимы. Да. А если ты хочешь писать свои собственные какие-то вещи, то не обязательно. Попробуй сам. Попробуй сам. Но в хорошую поп-группу тебя уже никогда не возьмут. Потому, что с твоей корявой игрой. С непонятными ходами. Есть же нормальные люди. Хорошо обучены. Есть же нормальные. Их сотни. Их сотни гитаристов такое количество. Их столько. И играют так здорово все. Это, кстати, очень сильно теперь заметно. Что совсем недавно никто ничего не мог. Блестяще. А теперь в этой среде, когда все вокруг умеют. А ты вот так. У меня товарищ рассказывал, как он когда-то эмигрировал в Соединенные Штаты. Он саксофонист. Толковый был. Вылет, говорит, в аэропорту. Довезли до Нью-Йорка. И на углу играл негр на саксофоне. Я, говорит, постоял, послушал. Ну, то есть, понятно, что это не из первого состава филармонии человек. Постоял, послушал. Зашел в дом, поставил саксофон в кладовку. И больше я, говорит, на нем не играл. Слушай, ну, ты же видел наверняка. Да, и я видел, и ты наверняка видел уличных музыкантов. Особенно за границей. Таких, что просто... Отвал башки. Отвал башки. То есть, человек на улице сидит и играет. Господи, что я вообще делаю? В этой жизни. Это странная вещь. Это странная вещь. Потому, что виртуозов... Просто виртуоз на виртуозе. Вот так вот по жизни. Огромное количество. Огромное количество, да. А Ладзеппелин один. Вот. И как бы, да. Это мой любимый альбом. Самый праздник. Действительно. Самый любимый. 76-й год. Это обелиск практически из этой, как в Одиссеи, 2001-го года. Там, помнишь, обелиск был, вокруг которого обезьянка... А я ничего не знаю про эту фигурку, на самом деле. Это было из разряда непонятно. Непонятно. Что это такое? Гипконосис, да, сделали. Вот так. А здесь еще и поперед. Что это такое? Это мой самый любимый альбом. Крепко запихал, я не вытащу. Ну, у меня их тоже два. Потому, что у меня вот эти... Как первый альбом переиздания. У меня все они есть. В этих переизданиях. Но они столь тяжелы в переноске, что я их не принес сюда. Они же вышли... Сейчас ты видел, наверное, в коробках. У тебя все коробки. Все у тебя есть. Только одну открыл. Я не стал покупать коробки. Я как настоящий дегенерат даже не распечатываю. Ты как Джон Леннон. Ты как Джон Леннон. Он такой же дегенерат был. Он покупал пластинки. Они же все были миломанами страшными. И Битлз. И вообще масса музыкантов уважаемых. Про кого не... Знаешь, я говорю с нашими музыкантами петербургскими. Через одного музыку не слушают вообще. При этом виртуозы все играют. Шпарят так, что все что угодно. Музыку вообще не слушают. Начинаешь говорить, что это вообще как бы мимо. А эти все миломаны жуткие. Горы пластинок у всех. Было. Читаешь про них. Джимми Пейдж. Там дома завалено все пластинками. Постоянно. А Джон Леннон покупал в трех экземплярах пластинки. Всегда. Когда выходит новый альбом какой-то, который ему интересен. Он покупал сразу три. Один он слушал. Второй давал послушать друзьям. А третий не распечатывал. Ставил запечатанные на полку. Разумно. Так что коробки запечатаны у меня. Это хорошо. Ну, тут произведение под названием «Ахиллес. Ласт стенд». Я много лет понять не мог, что это последняя стоянка Ахиллеса. Оказалось, что это последний бой Ахиллеса. Последний бой. А я думаю, что последняя стоянка. Последняя перед их. Нет. Последний бой. Шедевры. Ну, это типа в контексте, наверное, когда он встал на бой. Последний «Вас стенд». Там вообще слова не про это. Там со словами вообще не стоит заморачиваться. Вообще не надо заморачиваться. В общем-то, можно было ограничиться одной этой песней. Больше альбом не выпускать. Этого было бы достаточно. Ну, «Ти фу лан». Ох, суров. Суров вообще там такого нагородить. По мне она как повозка какая-то. Скачущая. Ахиллес ты играешь. А я про «Ти фу лан». Ох, круто. Вообще. То есть, это такое придумать, сыграть и собрать вообще. Я до сих пор не понимаю, как там играет Боном на барабанах. До сих пор не понимаю. Как-то он играет в одном размере, группа в другом размере. Как-то все это увязывается. Все играют разное. В результате все складывается удивительным образом. Круто. Круто. Но это уже такой суровейший Ледзеппелен. Ну, это суровейший. Потому, что и суровейшие были уже события. Уже вот этот взлет Ледзеппелен. Вот этот блестящий полет этого дирижабля. Когда все хорошо. И все, так сказать, шампанская река. И девчонки носятся стадами. И мы на вершине. Мы все в золоте. И Питер Грант ходит все время с мешком наличных денег. Если что, вдруг машина приглянулась. Сейчас купим. Пацаны. Да. Тут уже история. Вот это... Вообще Ледзеппелен, конечно, удивительная вещь. И музыкально. И с точки зрения философии. С точки зрения развития какого-то жизненного опыта. Я не знаю чего. Пути. То есть, вот этот взлет. И потом не то чтобы не падение, конечно, но ответка, что называется, прилетела. И она такая мощная и длительная была. Она так летела, летела. И влетала, влетала и влетала все время. Потому что перед этим же в автокатастрофе Плант пострадал вместе с женой. Очень серьезно. Жена же вообще там в реанимации на острове Родос. 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 Оказалось. И ее не могли оттуда вывезти. Ей срочно требовалось переливание крови. И не смогли ее никак вывезти. Потому что не было денег наличных. Нужен был самолет частный. Звонили в Англию. И там сказали, что без личного распоряжения Питера Гранта деньги не можем выдать. Да. А Питер Грант где-то куда-то исчез. И там была целая история, чтобы обеспечить самолет. В общем, были такие неприятности серьезные. Господин наш Плант в инвалидном кресле оказался. Пришлось отменить тур очередной американский. Правда, к репетициям он очухался. В Лос-Анджелесе репетиции проходили. Он уже с палочкой на репетиции приходил. А писали они в Мюнхене всю эту историю. Тоже очень быстро записали пластинку. Но она получилась жесткая. Такая какая-то чистая. Такая мощная. Очень суровая. Мне кажется. Как-то, по-моему, от общего настроя все это. Я тебе так скажу, что я в присутствии посторонних никогда не слушаю. Потому что она настолько специфическая. Мне все время кажется, что людям она страшно не нравится. А мне нравится. Мне очень нравится. Это любимейший альбом. Я его чаще других, наверное, слушаю. Может, от того, что я такой меланхолик просто по жизни, что называется. Очень хороший. Я помню, через весь город ездил с магнитофоном, чтобы записать. Блин. Времена были. Теперь на кнопку ткнул и все сразу. В машине. Даже тыкать, по-моему. Не надо. А я не тыкаю. Я в машине компакт-диски по старинке слушаю. Нет в новых машинах компакт-дисков. Ну, а у меня старенькая машина с компакт-диском. Безобразие, блин. У меня три шкафа дисков. А теперь куда их девать? Я не буду новую машину покупать. Без компакт-дисков машину не... Не сажусь. Не-не. Это серьезно. Очень хороший. Ти-фор-ван. Это же как раз про то, что у него же сын убился в этой автокатастрофе. Нет, у него сын не убился в этой автокатастрофе. У него сын умер гораздо позже, в 77-м году. Он умер от болезни. У него с желудком что-то было. Желудочное кровотечение. Что-то такое. Это же здесь. Последняя песня. На этом. Нет. Это песня All of my love. Тоже говорят, что... Все говорят, что она посвящена как раз Караку. Сыну погибшему Роберта Планта. А она не посвящена Караку. Это абсолютно философское размышление Роберта Планта. Воспоминания о хипанской молодости. А Караку он посвятил песню... Не помню, как она называется. Уже на каком-то из своих сольников. Посвящение Караку было. Отличный. Всем настоятельно рекомендую. А про Ахиллеса вообще шедевр на все времена. Это был период. Как раз тяжелый период. Период от ветки. От мироздания. За все надо платить. За все надо платить. И Led Zeppelin за все свои грандиозные успехи... Накопилась карма. Накопилась карма. И прилетела от ветка. И все пошло неважно. Именно в тот период случилось побоище в Америке грандиозное. С полицией. С арестами. С жертвами. За всеми делами. Но не на концерте. А рядом. Рядом с концертом. Потому, что расслабились все. И Роудис. Вот эта группа технического обслуживания. Группа огромная. Которая ездила. Все торчали на наркотиках. Все бухали. Потому, что все зарабатывали деньги. И мы были Led Zeppelin. Мы все. Я механик. Так сказать. Я все равно Led Zeppelin. Но я в свите. Все равно свита. И свита была так же безобразна. Как и поведение артистов. И они устроили какое-то жуткое что-то невероятное в Америке. Все это коснулось музыкантов, естественно. Все это было так. Я помню. В 78-м году вроде. Я не помню. У меня есть специальная книжка про концерты. У меня, по-моему, все книжки есть. Которые про них англоязычные. И там про то, что объявлены гастроли. В 78-м году, наверное. Концертный тур по Америке. И 700 тысяч билетов при отсутствии интернета раскупили за один день. Да-да-да. Это по телефону позвонить и бежать руками покупать, чтобы там потом когда-то пойти. Вот это да. Это я понимаю. Круто. Так. И вот мы уже подходим к финалу. Вот мы уже к предфиналу. Да. Инсуаутдор. То есть, вход через выход. Их выпустили. Если я правильно помню. В восьми вариантах обложили. По-моему, в восьми. Да, у меня есть две. Они же были в отверточной бумаге. Вы не видели. Какая там обложка. Надо было купить. Мной как-то овладел приступ сумасшествия. Я решил их все собрать. Но в результате купил две и остановился. И понял, что я не настолько сумасшедший, чтобы собирать их все. Он где открытый закрытый? А ты открывай. Открывай. Я же их слушаю. В отличие от тебя. На двух я все-таки остановился. И решил уже, что я не настолько богат, чтобы по 8 пластинок покупать одинаково. Да. Тут сцена, так сказать, возле стойки бара. И они там как-то на восьми обложках... По-разному сидят. По-разному. Ну, естественно, коллекционерам надо собрать все. Сейчас все упростилось. Я знаю такого коллекционера. У меня есть приятель, у которого все собраны. Кацата. На студии Абб, как известно, записан альбом. Поэтому очень хорошо записан. Поэтому очень хорошо звучит, да. Ну, собственно говоря, остальные тоже, как ты говоришь, удались. Да, очень удачные. Да, очень удачные пластинки. Очень удачные. И мне вот это очень нравится. Пластинка тоже, кстати. Как и все остальные. Она мне очень нравится. Но она совершенно, конечно, другая. Она очень сложная по музыке. Несмотря на свою такую кажущуюся легкость. У меня как-то мимо прошло. Ты знаешь, точно так же, как вот эта кода. Как-то мимо уже прошло. И здесь Пол Джонс, конечно, главный. На этом альбоме. В отличие от всех остальных альбомов. Где главный пейдж по музыке. Здесь главный Джонс. Здесь нарулил очень много. И в некоторых песнях пейдж вообще там руку не прикладывал. Даже что-то там. Какие-то... Ну, видимо, наркоманил уже крепко. Не до этого. Он вообще... У меня такое ощущение складывается, что он не особо-то, в общем, наркоманил. Он наркоманил, да. Но как-то он... Он, в первую очередь, конечно, музыкант, а не наркоман. У него свои там эти были мысли. Свои какие-то размышления. Свои... Поиски своего пути. Человек удивительный. Как-то после этого на все забил. И как-то он нигде и не светится. И никуда и не лезет. Последний раз в каком-то массовом мероприятии. Я ее видел, по-моему, на Олимпийских играх в Китае. Где он там что-то открывал. Там на какой-то башне. Рубил Кашмир. Круто было. Но так как-то это... Ну, как-то да. В отличие от Планта. И даже в отличие от Джонса. Который время от времени выпускает пластинки. Очень интересные. Из Диамонды Галлас у него. Там замечательные какие-то невероятные работы есть. И сольные альбомы у него очень интересные. Поэйдж как-то да. Но он занимается наследием Ледзеппеля на все эти. Все эти штуки. Он как в Большом Любовском. Все вершины покорены. Все, так сказать, подвиги совершены. Ну, Аутрайдер у него замечательный сольный альбом. Не слушал. Не слушал Аутрайдер. Я боюсь все время. Я не помню какой. В 80-е годы. То ли 85-й, то ли 84-й какой-то Аутрайдер. Там Плант поет у него. Поет у него там две песни Крис Фарлоу, мой любимейший. На барабанах играет... Там разные играют барабанщики. В одной из песен играет Берри Моу Барлоу, по-моему, из Джетратау. Там так вообще... И так очень все мощно. Очень сильно. Зачем ты Скавердейлом пластинку записал? Видимо, Планта разобидел, как только мог. Зачем ты записал Скавердейлом? Хотя, конечно... Ну, пластинка, надо сказать, не пользовалась вообще никакой популярностью нигде. Она практически провалилась. Несмотря на то, что там Пейдж и Ковердейл. Абсолютно никакая коммерческая... Не то, что катастрофа, но никак. Не взлетела. Хотя Ковердейл изо всех сил старался быть похожим. Наклон-то. Это... Это... Меня, кроме неприличных слов, вообще... Зачем? В этом смысле нет ничего. Потому, что, конечно... На самом деле, один из самых таких пошлых клонов Ледзеппелин, Вайтснеки, имею в виду. А как же Кингдом Кам? Кингдом Кам это... Мегапорно. Это мегапорно. Да. Это мегапорно. Это совсем. Но это... Группа-то такая локальная достаточно Кингдом Кам. Но это... Кроме какого-то такого смеха ничего не вызывает. Как там у Сева Новгородцева было? Помнишь? Играет. Поет. Не сказать, что как брат Роберта Планта. Но как минимум сосед. Было смешно. Да. А Вайтснек это какая-то такая лютая порогия. Просто на Ледзеппелин. Особенно эти дикие позы. Уж Планта тоже отличался достаточно пошлыми такими... Позами. Пошлыми в прямом смысле этого слова. Не то, что имеется в виду. Пошлые. Показал член. Это не пошлость. Это хамство и грубость. А пошлые вот эти красивые... С пальцем в бок. С пальцем в бок. Вот это. Вот это просто... Ну, тогда-то было круто. Планту это простительно за... В силу того, что он замечательно пел. И замечательно импровизировал на сцене. А этот просто... Это какая-то лютая пародия на Планта. То есть, еще хуже. Просто еще вот эти его позы умопомрачительные. Ковердейл с микрофоном работает. Я не знаю. Героические жесты. Вот это. Это кошмар. Просто кошмар. Это просто лютая попса. Такая отвратительная. Ну, а то, что Вайтснейк играет очень хорошие музыканты. Так люди работают. Всем нужна работа. И люди работают. Зарабатывают деньги. Как профессиональные исполнители. Микки Муди. Прекрасный блюзовый гитарист играл Вайтснейк. Хотя, казалось бы, что ему там делать после его прекрасных блюзовых пластинок. За бабки на все готов. И Стив Уэй прокрался. Да, там много кто прокрался. Но это коммерческий проект. Такой успешный. Достаточно. Люди разные. Многим нравится. Так что ничего плохого. Они же не режут в подворотнику бабушек. Даже у Кингтон-Кам есть хорошие песни. Выступают на сцене. Не грабят банки. И хорошо, и пускай нормально. Ну, и что? И трагическая смерть одного из членов семьи. Это тоже в свое время поразило. Когда он умер, и мы больше играть не будем. Пейдж же сказал, что мы играем до тех пор, пока не умрет один из нас. И все. Без семьи семья разрушилась уже. Это не та группа, чтобы менять музыкантов. Это невозможно. Это невозможно. Поэтому совершенно логический. Логичный. Кода. Это как мы из музыки знаем. Это как бы финал. Но гласинка очень хорошая, меж тем. Потому, что, в общем, кроме тех песен, которые не вошли ранее в изданные уже альбомы. Что было постоянно с Led Zeppelin. Так как в Physical Graffiti входили песни ранее записанные, но никуда не вошедшие. А сюда вошли три песни, которые были записаны вот здесь, в Power Studio. Когда они писали Intrude Out Do. Это Wearing and Tearing, As On Baby и Darling. Три песни. Абсолютно новые. Вообще. Вот они только что были записаны. И Пейдж их хотел выпустить перед выходом вот этого альбома. В виде мини-альбома. С тремя песнями. И как бы как ответ волне панк-рока. Охвативший мир. Они сыграли Wearing and Tearing. Как раз вот эта песня. Последняя. Она как раз такая практически какая-то такая хард-роковая новая волна. Совершенно по-другому все сделано. Так что это кода. Я не могу сказать, что это какой-то сборник ауттейков. Сборник хлама какого-то. Три песни вообще совершенно новые и готовые к выпуску были. Ну, и плюс песни, которые не вошли ранее никуда. Ну, меня другое удивило. Это ж насколько вы качественный продукт делали. А вообще ничего нет. Все, что написали, все вошло. А вот это вот. Сколько их? Четыре тут. Четыре тут. Из них три. Значит, четыре песни не вошедшие. На девять альбомов. Круто. Круто. Монстры были. Натурально монстры. А здесь, как я помню, еще в этом, этот вход через выход. Там же первая песня, которая, как он, изъюнен вечерком. Где-то начинается. Забывание. Это он что-то там сатанинское сочинял. Пейдж. И вот туда, так сказать. До конца сатанинское не сочинил. Вот вошло туда. Отличное. Ну, а группа фри... Представляется грузоимплант. Он все время представлялся в детстве. Знаешь, как разукрашенный павлин. Он такой грудь колесом. И такой выхаживает. Вот. Оказалось, так и есть. Группа фри параллельно продолжала выпускать очень хорошие пластинки. После грандиозной Fire and Water. Где он? Там. Где-то там. Там зарыт. Хайвей. Очень мягкий альбом. Для любителей. Помягче. Группу фри рекомендуешь. Фри от ласт. Наконец-то свободен. Очень, по-моему, плохая пластинка. Мне так кажется. Не зашла. Мне так кажется, да. Потому, что заторчал уже полкосов совершенно на тяжелых наркотиках. И как-то все дело не пошло. Подрубило. И последний хардбрекер. Тоже с косовом. Но он там совсем немножко поиграл. В хардбрекере. Тоже очень хороший блюз-рук. После чего группа фри распалась. И образовалась группа The Firm. Фирма. Выпустившая два альбома. Джимми Пейдж. Пол Роджерс. И барабанщик. Замечательный Крис Слейт. Который играл в группе Manfredo Man. И играет он в группе фирм примерно так же, как Джон Боном в лучшие свои времена. С таким же адским звуком. Так же размашисто. Но первая пластинка очень хорошая у фирмы была. А вторая как-то совсем никакая получилась. Кстати, применительно к четвертому альбому. И нашей любимой. Это когда рухнет дамба. Там же спецфильский звук у барабанов. А тут какой-то ролик смотрел. Есть там такой Рик Беата. Не знаю. Смотришь, не смотришь. Он там в песне. Разбирайся. Почему это хит? Он такой толковый. Мультиинструментарист. Я не глубоко в теме. Меня могут разоблачить. Много ты там понимаешь со своей Рикой Беатой. Я же все время рассказываю, что они поставили ударную установку под какую-то лестницу. И вот там получился такой звук. Ну, а там нашли человека, который это записывал. Который сообщил, что это никакая не лестница. Это вот прибор. Через который звук записывал. Там вот если вот так повернуть, то звук будет вот такой. С чем вас и поздравляю. Эти рассказы все про лестницу и прочее. Это, конечно. Да. Но звук отличный. Ничего сказать не можем. Хотя Калугин говорил тоже про правильные вещи. Про звук. Помнишь, он говорил про какую-то группу. Про расположение микрофонов у комбика. Про звук гитары. Не помню. И? Ну, что вот так поставили микрофон у комбика. И получился вот этот умопомрачительный звук. И повторить его невозможно. Потому, что никто не помнит, как поставили микрофон. Ну, невозможно. Ничего не сделаешь. А это грандиозное переиздание. Удивительно. Такой конфуз в истории группы Ла Дзеппелин. Они начали снимать кино в 1973 году. Кино совершенно идиотское какое-то. Да. Кино абсолютно идиотское. С просто какими-то немыслимыми пошлейшими попытками сделать художественный фильм. Автоматы. Параллельно с концертом. Чушь. Режиссер был уволен. Фильм был отставлен в сторону. Потом к нему вернулись. Стали его доделывать, переделывать. Взяли нового режиссера. В результате вышел только в 1976 году. Если мне память не изменить. Или в 1975-1976, по-моему. Как говорили в известном фильме. Борис, не нанимай на это дело изюмата. Не получилось. Это переиздание вышло на четырех пластинках. Полная версия саундтрека. Красота. В отличие от альбома, который вышел в 1976 году. Музыкальный. Здесь в два раза больше музыки. Black Dog, в частности, здесь есть. Которого нет на оригинальной. На первом издании. И прочее, прочее, прочее. Но если говорить о концертах. То концерт этот не самый, конечно, удачный у Led Zeppelin. По одной простой причине. Потому, что они знали, что их снимают в кино. Время концерта. И они старались принимать максимально красивые позы. Что видно на экране. На экране достаточно все уморительно выглядит. Особенно Плант постарался. Когда на это смотришь, что это ты делаешь. И все остальные тоже. С закатыванием глаз. С падениями на колени. Еще был отрицательный момент. Что я его на Видике смотрел. А в Видике же отвратительно показывали красный и синий свет. То есть, когда сцена вся в красном или сцена вся в синем. Такая порнография. Тихий ужас был. И фильм этот отставили. Режиссера уволили. Потом к фильму вернулись. Доделывали. Мучились. Саундтрек чистили. В конце концов фильм выпустили. Пластинка раскупалась, как и все у Led Zeppelin. А фильм сразу ушел куда-то в категорию B. Потом C. Категорию G. Показывали его по ночам в кинотеатрах. Позорный какой-то. Позорный. Но творцам угодить сложно. Помнишь, мы же с тобой про Пинк Флойд. Где этот файнал кат. Который окончательный монтаж. С одной стороны. С другой. Это последний нанесенный удар. Где стоит солдат. А у него в спине нож. Это подлый. Алан Паркер воткнул нож в спину. Сняв такое говно, как фильм Стена. А он красный. Не угодишь. Но зато ответкой на вот эту неудачную довольную историю в 2003 году вышел вот этот концерт Четверник. Но не то, чтобы нашли. Это все искать-то, наверное, было и не нужно. Это просто почистил Джимми Пейдж. И в 2003 году вышла вот эта пластинка. Два концерта 1972 года. Четыре пластинки. Четверник. Блестящее качество. И упомрачительное совершенно исполнение. То есть, это один из лучших, наверное, зафиксированных в студийном виде концертов Лет-Зеппелин. Наверное, один из лучших. Пожалуй. Потому что много бутлогов. Очень много. Очень много каких-то еще концертных таких дел. И они все, конечно, очень разные. В частности, вот на переиздании первого альбома концерт есть тоже не самый лучший. Всякие вкладочки. Всякие фоточки. Жаль, мне не 15 лет. А вот это, как был завоеван Запад, это блестящая, конечно, штука. Гражданин Плант был настолько потлатый, что Алла Пугачева в молодые годы позавидовала бы. Ну, да. А в шевелюре невероятной. Да, пластиночки. Хороший концерт на BBC. У меня его нет. Он тоже в коробке вышел большой. Но все-таки записи на BBC, они по качеству немножко уступают вот этому концертному. Ну, в общем-то, всем любителям рекомендуется иметь коллеги. Да, это просто кайф. То есть, это настоящий концерт Лотзеппелин, который как и был в лучшем проявлении. На пике формы. 1972 год. Это все. Это самая вершина. Ответка еще не прилетела кармическая. Еще все было хорошо. И был полный кайф. Все торчали друг от друга. Все перлись. То есть, вся семья была нерушима. И удар был в публику такой в поддых, что называется. В Алексе, прям бальзам на душу вообще. Как круто. Конечно, нынешним-то я не знаю. Я все время про это думаю. Что мы-то там каким-то чудом что-то доставали. Где-то там слушали. Переписывали. Оно все время было не по порядку. Ну, там это есть, этого нет. Хрен знает. Через сколько лет появилось вот это. Тут плохо записано. Здесь хорошо. Здесь какой-то дурак. Две песни отрезано. Да. Как у меня. У товарища был. Не помню, какой альбом Пола Маккартни. А в конце была записана. Лестница в небо. И он меня уверял, что это Маккартни. Ты дурак, блин. Это же Маккартни. Нет. Очевидно. У меня такие были штуки. Я не помню, с какими конкретно группами. Что-то такое было. Что это тоже Пинг Флойд. Ну, а сейчас что? Все можно раздобыть сразу. Слушайте по порядку. Наслаждайтесь. Оно хорошее. Оно хорошее. То есть, все эти раньше плохо было, а сейчас хорошо. К музыке никакого отношения не имеет. К мастерству никакого отношения не имеет. Даже если два притопа, три прихлопа, но с душой. Это замечательно. А тут виртуозы. Мастера своего дела. Ну, и вот они как-то из блюза вышли вширь. При этом блюз сохранив. И вот эту блюзовую медитацию в хорошем смысле. Они как-то все равно пронесли через все абсолютно песни свои. Даже без блюзовых корней. Через фолк. Через все. Все равно это как-то оттуда. Так что о блюзовых делах мы продолжим говорить. На примере кого? Ну, слушай. Я еще даже не знаю на примере кого. Там столько всего. Столько всего разного. На примере черных, может быть. Давай. С Мадди Уотерс и все остальные. Я в них тоже только названия знаю. Я подготовлюсь. Спасибо, Алексей. Спасибо, Дима. Спасибо. Пока. Приходите к нам еще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok